Вот уже год, как Наталья Поклонская не просто прокурор, а символ российского Крыма. Тогда, 11 марта 2014 года, не побоявшись угроз и преследований со стороны официального Киева, Поклонская становится единственным кандидатом на пост главы надзорного ведомства. И по-женски смелое решение, учитывая, что все остальные отказались. Но тем и ценней победа за Наталью Поклонскую, как своего прокурора, тогда, по сути, проголосовал весь полуостров. Я думала так, бояться я буду потом. На тот момент не было ни времени, ни возможности, абсолютно ничего, чтобы сесть и бояться. Нет, нельзя было бояться, надо было идти, надо было делать, надо было уверенно показывать, что мы за правое дело, в конце концов. Пусть боятся те, кто вот таким путем, которым они все свергли в Украине, в Киеве, пусть они боятся, скоро расплата-то придет. После назначения ее ждали месяцы бессонных ночей. Ведомство, в общем-то, пришлось создавать с нуля. Полностью переводить его в российское правовое поле. За это время Наталье Поклонской неоднократно угрожали. Активисты правого сектора готовили на нее не одно покушение. К счастью, все их удалось предотвратить. Фамилия Поклонской до сих пор фигурирует в списках СБУ в графе особо разыскиваемая. Сразу несколько уголовных дел на прокурора Крыма завели и в МВД Украины. Однако запугать не удалось. Сейчас можно с уверенностью сказать, несмотря на трудности, у нее все получилось. Выдохнуть можно, но сразу же, сразу, сиюминутно вдохнуть заново и с новыми силами идти дальше работать. Потому что работы очень много. Люди в нас поверили, люди идут, люди благодарны. В эти дни, ровно год назад, на полуострове начали готовиться к общекрымскому референдуму. Тогда Верховным Советом Республики была принята Декларация о независимости Крыма. Этот документ, соответствующий всем международным нормам, и выступил гарантом права на самоопределение. Меньше чем через неделю на полуострове будут отмечать годовщину событий Крымской весны, когда жители республики единогласно высказались за возвращение Крыма в состав России. Когда почти 2 миллиона крымчан, протестуя против евроинтеграции Украины, сделали ставку на будущее с Россией. Ольга Армякова, Николай Коскин и Александр Сафонов. Вести. Крым.